здравствуйте дорогие друзья сейчас мы посмотрим на картах тару мысли эмоции поступки лукашенко и васильича о чем они говорили почему так срочно прилетел на самолете евгений васильевич путин двойник 1 2 3 4 начали рабочий момент общая общая такая вот тема которая их обоих объединила самая такая сложная как раз два три 4 1 2 3 4 это лукашенко это васильич мысли эмоции поступки рабочая обстановка о чем же они там за закрытыми глаза на глазами да за закрытыми дверями говорили очень важную такая тема вот она так раз два три 4 будет 1 2 3 4 так лукашенко васильич мысли эмоции поступки лукашенко об васильич и о чем подумал васильич мысли эмоции поступки и что же будет что же будет 1 2 3 4 тройной тару старших арканов три солнца три луны и так далее три шута может что выйдет когда повторяется одна и та же масть например три шута значит это очень серьезная игра можно так сказать или же разные лица которые друг друга лицемерят или же как бы злые ну там смотри какие карты рядом так начали например я говорю сейчас посмотрим так рабочий момент это лукашенко это лукашенко это васильич теперь мысли лукашенко оба васильич и эмоции поступки мысли эмоции поступки рабочий момент и что же будет что же будет 1 2 3 4 поехали рабочий момент 13 аркан но тут смотрите вообще 13 аркан на 1000 может быть стихия воздух да ну где как она может эта карта проявляться воздух огонь смотрящего какие карты будут потом смотрите это война все-таки это война они будут говорить о войне война которая стоит очень дорого это большие деньги переход переход денег или перевод денег а эти деньги смотрите если деньги переводится тут получается вот так вот сделаем получается эти деньги как бы которые должны прийти они еще ну будем говорить в дороге но то что переход и разговор о деньгах это очень важно для данной встречи так теперь вот он лукашенко лукашенко выходи расскажи лукашенко очень высокий человек там сколько-то метр девяносто например пусть два метра он очень надменный гордый человек ведь и стоит но неустойчивая позиция при его величии стихия огонь он много говорил тут видите паша мечей много обещал много что-то рассказывал о чем-то ну а войне и смотрите получается в ногах он маленький да у него есть величие тут смотрите повторяется карта да вот я в эту сторону руку подвела теперь смотрите когда повторяется карта в ногах он маленький потому что да это его мнение о себе но сам по себе он человек маленькие вот так вот хотя есть его гордость и его гордость стала уже маленькой надо же так карта выпала так теперь василич выходи расскажи кто ты по масти сила марс стеснутые зубы мужчин он взялся как бы серьезно за какое-то дело но он отшельник это одинокий человек и в ногах смотрите у него стеснутые зубы смотрите он несет имя ну там владимир владимирович путин но в ногах он сам не самостоятельной фигуры ведь он отвернутый от лукашенко и получается колодки у него сжатые ноги он не может двигаться он не самостоятельный очень интересное сочетание слушайте так теперь и смотря на это смотрите показывая эту натуру ввп да например одинокий холоднокровный человек или же скрытный человек кто под плащом там эй скажи да это человек не сможет не может самого себя или свое мнение иметь и он не может двигаться ну вот можно так сказать интересно так теперь что подумал лукашенко об этом объекте это лидер лидер он подумал о нем это лидер лидер которые башня разрушена до лидер которые на обломках ну как бы он понимает что данная фигура для него несет разрушение может быть и чтобы что-то с ним иметь дело получается будет ли он иметь с ним дело потому что смотрите огонь 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 воздух это его возмущает он возмущен в своих мыслях башня повторяется смотрите и при повторной ситуации его эмоции действительно перехлестнули его самого где он старался выдержать это испытание или же эту встречу поступки поступки лукашенко к ввп чтобы к нему подойти ближе ближе он себя сдерживает но проявляя скорость скорость это знаете шаг вперед два назад получается скорость и торможение это получается идти вперед и два назад он не хотел бы идти на встречу к нему но вынужден вот так вот себя вести но то что он возмущен он возмущен это его очень сильно задело теперь так раз два три четыре что подумал ввп до или же василищ тут видите как собирательный образ так теперь социум подумав о том что он прибыл в это общество то есть в эту страну беларусь есть его неуверенность это время для него очень неприятно время неприятное время а неприятное время при данной встрече еще знаете сейчас я скажу тут получается он неуверенно себе вот эти три карты при неуверенности в себе он подумал при своих эмоциях что лукашенко для него сильно изменился он знаете тут он очень жад подумал он и его эмоции были скрыты и увидев лукашенко другим он был другой видимо при какой-то встрече тут получается лукашенко в его глазах или похудел или поправился что-то в этом роде и сказать что-то эти эмоции были придержаны но он не сказал ты чё так похудел до или ты чё так раздобрел например но он это не сказал но это у него появилась его мыслях и в голове данная ситуация потом поступки чтобы идти и ударить ему спину это удар спину вот эти с ножом да нет пока нет он еще не может его ему что-то предъявить и насчет денег насчет денег богатства задерживается я думаю что так сейчас раз такие деньги вышли получается что видимо был разговор о деньгах денег нету все деньги нам на войну но переход на деньги она задерживается вот так я поняла теперь что же будет что же будет в итоге предательство их объединяет предательство которое чистой монетой это чистая монета через чистую монету предательство передается королю войны я поняла тут знаете как вот был у них разговор да и как бы личные для лукашенко деньги да это тоже есть но тут получается что при общем застолье при общем застолье был разговор о каком-то человеке который устроил эту войну король пиковый может про байдана говорили мужчин или человек который затеял эту войну или же тот кто из них затеял войну они говорили об общем интересе и предательство воровство хищения тоже был разговор об этом человеке это может быть еще смотрите шойгу который украл много чего и они говорили о войне и о краже и предательстве и какой-то человек которые на войне участвовал в войне и они ему объявили общую войну вот так вот я поняла карты тоже может быть или же байден который затеял войну как бы для них с их не точки зрения или же шойгу который и есть предатель потом почему может быть байден может у них был какой-то договор до до 22 года но что то пошло не так и у них был общий разговор потом мы сделаем мысли и эмоции поступки путина Василия Евгения Васильевича ну это как общесобирательный образ и с байденом или же его командой или же команда Кремля это вот раз вот эти карты вышли надо посмотреть мысли и эмоции поступки этих двух представителей с разных государств и получается кого они обсуждали на эту тему который предал интересы войны и переход переход который не состоялся и он в штопоре но чистая монета чистая монета ну видите звезда это чистота надежда да чистая монета испачкана кто-то что-то где-то нагадил был один договор решение каких-то какой-то ситуации вдруг произошла трансформация и какая-то ситуация то есть какая-то личность взяла все испоганила ну я простыми словами и вот этот человек мазь пиковой и пиковой и вот война пошла на серьезный путь я вот так поняла карты лукашенко ему говорит да ничего мы справимся все будет хорошо видишь я стою на ногах и ты выстоишь не важно что ты другой и я тоже как бы себя унижаю своих ногах видите ноги ноги репортера ну он как бы стендапер хороший он знает что говорить что не говорить и в этом его стойкость вот эти две карты подчеркнули именно лукашенко а вот владимира владимировича путина подчеркнул хорошо евгений васильевич путин который ну у которого ноги не самостоятельно он как бы передвигается как робот и ноги его это колодки это по книге перемен шейхо стиснутые зубы и чтобы раскрепоститься он не может он идет очень осторожно и не привлекая внимания думать что и никто не знает что это он но не он а кто он это кто-то другой в общем я так поняла карты теперь смотрите еще вопрос да если он подумал о нем это мысли лукашенко оба вот этой фигурой да он лидер но этот лидер слетел слетел с этажа а он ли это и эмоции его возмутили что злость его внутренняя сдерживается вот так я поняла карты так так теперь на удачу на удачу лукашенко и собирательному образу василичу и вот эта фигура еще раз мы ее раскроем которая чистую монету обгадила что же за субъект на удачу лукашенко что ему с этого какая выгода как бы может личное может привезет ему какие-то подарки знаете как это удача лукашенко какая удача для собирательного образа василича теперь поняли да почему вот эти две карты подчеркнули два в одном ну как бы сникерс ну так можно сказать и что же за фигура которая обгадила тему войны и трансформация войны перешла на кошмарный на кошмарную войну которая сейчас нужно решать этот вопрос который нужно решать вопрос так что же кто же это такой ну вот сюда ему положим так теперь в общем они обсуждали но байден тут навряд ли раз идет кто-то обгадил эту эту тему про байдена видео сниму попозже или команда байдена да так раз два три четыре госпожа удача для кого ты добрая для кого иначе так это для лукашенко удача это удача для собирательного василича и кто же ты кто же ты тот который все обгадил где эти люди были возмущены и говорили на эту тему это видимо какой-то общий момент который их очень взволновал при встрече при закрытых дверях ну раз две две так теперь лукашенко госпожа удача для кого ты добрая для кого иначе его удача заключается в том что он должен защитить себя но защита смотрите у него слабая маг перевернутые получается да он высокий там внешне все но у него нету инструментов защитить себя и там где он живет беларусь он не знает как это сделать у него не хватает инструменты но представьте вот пришли хирурги делать операцию и какой-то хирург помощник анестезиолог выпил малость и подвел и получается и у лукашенко тоже не хватало каких-то инструментов например это тоже можно так сказать теперь что же тут может быть какая удача стойкость рука сверху до предупреждения и собаки обман будь осторожен есть обман обман в общем вот так вот хотя вроде бы сила есть да нужно тут еще можно знаете как сказать на бога надейся это рука бога например а сам не плашай оплашался обман обманули и опять обманули только надежда на высшие силы подумал собирательный образ василич так теперь кто же ты такой который чистую монету темы войны предал этот человек карты еще ну можно так сказать под монастырь да который пустил людей под монастырь дурак которые в опасности дети шут это время получается это человек подвел и он пустил людей под монастырь это может быть и тюрьма или же больница в общем люди из-за него пострадали можно так сказать и это человек полный идиот это карта идиота но но он имеет силу свою и это сила смотрите ведет к тому что ему как бы тут знаете чтобы дать ему шанс нет есть момент обговаривания что же сделать с ним все таки ты думаешь ойгу и смотрите чтобы этого этого этот персонаж который подвел их и людей подвел под монастырь дать ему надежду и шанс дать ему надежду и шанс а потом с ним расправиться когда вызовут его на ковер это еще может судейская коллегия но он еще имеет как бы свое положение это положение вы смотрите вот так это вышло да вот так смотрите значит вот этот вот нехороший человек предатель карта мастия предатель человек доспеха король пиковые но эту карту я называю еще плохими словами это еще может быть там как бы слово педалаз это может потому что при данной ситуации эти граждане обсуждали именно какого-то педалаза а кто педалаз в этой теме где он смотрите еще и и имеет как бы свой статус и этот статус подвел всех под монастырь значит людей люди сейчас в тюрьме сидят какие-то персонажи ну это знакомые личства да и смотрите сила его сломлено сломлено и нужно его куда-то вызвать это движение нужно его вызывать и нужно что-то с ним делать вот так вот в общем о чем они говорили да были планы наполеона можно так сказать чистая монета вот сейчас за три дня да а тот опачки какая-то подлянка от какого-то персонажа а кто этот персонаж это я чуть не замотюкалась так теперь цыгане выходите цыгане расскажите тема разговора лукашенко и василищ собирательный образ айком они говорили или о чем они говорили вот теперь как цыганский оракул видит лукашенко василича рабочий момент идти на встречу друг другу с рукопожатием с рукопожатием и что же за личность вот это которая обгадилась и обгадила идею чистой монеты война это чистая монета война и за три дня ничего не получилось и что же с ним будет что же будет что же будет так это лукашенко любовь нежность доброта сейчас он добрый и пушистый любовь видите может еще он говорил о каком-то ребенке тоже может быть но пусть так теперь василич собирательный образ скорбь печаль страдания ну плакался или как бы выражал какие-то недоразумения и то что что так случилось это скорбь как лукашенко идет с рукопожатием к василичу гордом важно смотрите какой он у него чистая одежда бренд сапоги туфли ну вообще мачо это мачо теперь данный герой с подозрением недоверием видите тут противник но он же фсбшник он же должен вот так присматриваться засматриваться о чем он там одел что он там не одел и здесь под низом смотрит смотрите два героя это щегол фан барон а это такая ну как паскудная натура как бы подглядывает так теперь тема войны чистой монеты война тринадцатый аркан тоска боль за три дня не получилось теперь мы смотрим что же за персонаж риск лучше бы он застрелился но он не застрелился радость какая-то радость но тут смотрите тут получается у него есть шанс еще пропетлять и он рад что еще и к нему отнеслись как бы благосклонно но застрелиться он не захотел это этот гражданин что за гражданин но это далеко не байден байден не военный был военный сейчас это старенький дедушка с больными с больной головой ну тоже видите тут каждого свои нюансы каждого героя да вот радуется теперь а долго ли он будет радоваться сейчас посмотрим это его удача то что он думает хорошо что я не застрелился фу сделал он сам себе надолго ли спуская дух подумал он переживает все таки переживает сейчас на больницу пойдет больничный возьмет десять дней больничный вроде бы в россии на больничный десять дней в течение десяти дней ну может как бы поликлинику пойдет но учет там какой-то станет может быть так раз два три четыре раз два три четыре через десять дней что же будет с ним это ему на удачу мы смотрим вот этому герою так раз два три четыре госпожа удача для предателя подлого человека какая может удача после того что он еще не застрелился и ему дали шанс видимо ну пальцем погрозили ай-яй-яй и сказали как ты мог так это удача для этого героя который все таки на больничном работа его коллективная связана тем что он сказал я буду все делать то что вы мне скажете интуиция и доверять ему нельзя вот смотрите опять ему прощается смотрите шанс дали ему какую-то команду команду эта команда очень двойственная с двумя двойные стандарты можно сказать какие-то темные дела и светлые дела а этому человеку доверять нельзя опять он может что-то натворить но пока еще он в деле он один из них ну вот не застрелился видите даже вот карты таро сказали иди застрелись но не застрелился герой так теперь насчет движения этих денег деньги много ли денег потратят на мероприятие общее общие деньги но это как удача за три дня перешла на три года да и что из этого еще я третью вторую достала и вот что из этого ладно это то что связано с 13 марканом вот раз два три 4 3 до цифры 3 так удача будет ли в этом мероприятии 33 и будет ли дальше дырка дублика датчут на языке так раз два три 4 вот она удача проникновение воровство на чужую территорию есть опасная ситуация ну вот проникли да это удача их не это удача очень опасная опять шут вышел это бедные юрики бедные юрики бедные юрики во времени протягивается во времени время и время время идет ну вот я говорю три года до одно время и другое время это продлевается проникновение продлевается и это есть неопределенное понятие времени может еще продлиться например седьмой аркан это это иллюзия они сами не знают как быть но хотелось бы как можно скорее вот вот эти карты вот так показали это все иллюзия в общем получается долгие 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 успех ведет к иллюзии нужно тоже так сказать плюс выход из положения чистая монета через трансформацию требует рассмотрения что же будет что же будет да хотя столько бедных юриков с двух сторон полегло так это вот опасность да ну вот такие карты вышли очень интересный разговор состоялся у лукашенко и василищ в квадрате путин квадрате там как хотите в общем всего вам доброго берегите себя и своих близких я на днях сниму видео о чем думают вот этот гражданин это команда и команда соединенных штатов америки все равно есть какой-то договорняк вот сейчас мы посмотрим уже и россия и сша все все очень благодарю вас за подписку за комментарии ваши очень интересно спасибо вам желаю всем добра благодарю за донат валерия благодарю вас спасибо вам желаю вам здоровья всех вам благ удачи всем спасибо вам